всем огромный привет добро пожаловать на наш с мамой канал сегодня у нас кулинарный влог мама будет готовить куриную грудку очень часто вы спрашиваете особенно в покупках как приготовить куриную грудку чтобы она не была сухой вот сейчас мама как раз покажет один из вариантов на самом деле вариантов мне кажется рецептов очень много с куриной грудки но такой быстрый да у тебя получается не до быстренький бюджетники и бюджетники суть такая то что маринованная грудка нарезается складывается вот делается соус в мисочку заливается соусом и оставляется минимум на 15 минут минимум можно больше я так думаю вот поэтому мы сейчас делать будем соус сюда в мисочку а потом уже значит а будем нарезать грудку значит обыкновенно соевый соус пока беру две столовые ложки раз правда вот у одних я видела у них не вот такая большая водейка какой-то маленький соус вот такая маленькая бутылка 150 рублей я не знаю что за соус тоже соевый но какой-то я не знаю их разные разные производители скажем может но она такая совсем маленькая но совсем маленькая это скорее больше для суши покупают чтобы суши заказывать и не переплачивать за соевый соус покупает обычно большую о смысле в отдельно в баночке получается дешевле так если соевый соус не идет в подарок при покупке суши такое бывает а я доберу соевый соус в принципе для того чтобы в нем что-то мариновать поэтому я беру сразу большой бадюр в принципе нам но я не скажу что нам надолго хватает вот и майонез любимый вот тоже две столовые ложки вот так вот сейчас размешаем и посмотрим и нарежем посмотрим вот если мало будем еще отдельно добавлять ну вот я размешала который получается я еще буду добавлять майонеза своего соуса не буду добавлять вот такой погуще был у меня в принципе вот такую ложку еще будем размешать чтобы он такой густой был чтобы густой был соус ну вот я размешала вот он такой густовасенький получается и больше ничего не надо ни соли ни сахара ничего и вот в этом будем замариновать сейчас будем нарезать хириную грудку ну принцип ее какой нарезать не толстыми большими кусочками а желательно пластинками потому что это будет все жарится вот без духовки без всего в принципе можно и на гриве наверно пожарить но смысле на улице я думаю да гребе сейчас я помою и я буду вот это я буду вот такими такими тоненькими пластинками да девочки как рыбу нарезают когда соленая рыба вот это вот так вот ее нарезать наискосок такими вот сюда буду теперь складывать чтобы она просто полностью прожарилась там внутри да 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 вот такими вот это вот так нужно уже подашь подруга тут уже она всегда она помогает до баночка это же баночка она контроль качества производят рост контроль до добон не может взгляд оторвать вот я порезала так а теперь все перемешаем как следует вот такая вот и все девочки не масло ничего масло в этом сама в майонезе есть специи соусе вот я так оставлю на 15 минут у меня наверно будет чуть побольше но сейчас пойду к соседке ну понятно на час я постараюсь туда-сюда если по дороге никто не встретится вот эти девочки мешать накрою крышечкой и поставлю в холодильник и будет мариноваться и так мало вернулась прошло больше часа естественно сколько нам где-то что полтора наверно точно прошло да так ушло только ушло конечно вот теперь будем обжаривать вот она вот так вот замаринованная и вот так вот сейчас на маслецем на медленном огоньке будем обжаривать правда долго получится сковородка нормально только вот не знаю делать мне духовку или нет может быть частично попробовать я сделаю так так и так нагреется тихонечко будет обжариваться получается плоский да нет надо не буду уже так и будут плоские Майонез вредна, это вредно. Может вообще вредно? И дышать вредно, но у нас воздух плохой, у нас погода плохая. Вообще лета в этом году нет у нас, вообще в Питере. За 70 лет, такой холод, 7 градусов ночью, и не заморозки. Сказали, в Питере, вот здесь. Такого не было еще холодного лета. Вообще сухо, холодно, грибов нет, ягод нет, жуть. Трава растет. Трава растет. Трава, да. Вот, и вот сейчас. А потом белье в нем крышечкой на соло. Пусть будет так. Пожарили. Вот оно так выглядит. Вот эти более поджаристые, это последние. Сковородочкой шкварчали. Прямо. Вот беру самую бледненькую. Девочки, я уже попробовала, сняла пробу. Вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Вот разрезаю, смотрите. Белое мясо. То есть, в том смысле, что не красное, да. Видите, оно такое беленькое. Вот оно, видите, самое бледненькое. Соли не надо, сахара не надо. Но я вначале немножко маслица, а потом не стала добавлять. То есть, оно вот шкварчило, вот так. Вкусно. Вот. Очень вкусно. Очень вкусно. И получается мягкое. То есть, оно получается не сухое, как раз так. Даже не наггисы, как я делала детям. Утрественное сделала уже на второе, на гарнир уже сделала винегрет. Ничего не стало. А винегрет? А винегрет обыкновенный. Молодая свекла. Вот. Свекла. Соленый огурец. Маринованный огурец, который надо доедать нам. Их там много у нас. У нас картошечка. Ну, обычный такой. И я добавила вкус совсем другой винегриды. Я добавила вот этот уксус. Какой? Который с медом. Яблочный с медом. Совсем другой вкус. Совсем другой. Это мы на херби заказывали. Я вам девочки ссылку оставлю. Он на самом деле нереально вкусный. Вот он смотрите. Он даже. Видите какой вот он. Даже как такой вот тягучий. Даже он такой вот. Мутный такой. Да. Он осадок встает. Я взбалтываю. Я его берегу. Я его берегу. Вот я попробую. Положила сюда. Совсем другой вкус. Остренький получается, да? Да. Такой вот прямо. Масло в этот раз я положила обыкновенное. Подсолнечное. А так вот можно еще и то масло. Совсем другой вкус. Совсем необычный такой вот. Даже и запах-то такой вот идет. Вот просто вот без рекламы, без всего девочки. На самом деле очень. Наш уксус яблочный не тот. Здесь потому что яблочный с медом. Все равно. Даже если ты мед добавишь. Все равно не тот. Мед то это же. Ну как вам сказать. Мед то он сахар. А ты кстати мясо в духовку не ставила? Нет. Я не стала. Поэтому я и разрезала и показала. То есть я не стала. Я боюсь. Я видите, я боюсь что они высохнут. Я же нарезала вот их тоненькими. Такими вот они большие. Вот они. Я показывала наискосок. Вот они. Грудку. Она вот такая лежит. А я под наклоном. Получается вот специально разрезано. Потому что внутри не красное мясо. А прожарилось. Она лежит. Она у меня на медленном огоньке. Так шкварчи. Ой. Шкварчи. До аппетитности. Очень. Вот. Поэтому вот. Попробуйте. На самом деле вкусно. Ну да. Она получается не сухая. Видите девочки. Я сегодня полтора часа гуляла. Да. Поэтому я не знаю как будет 15 минут. Но не знаю. Но лучше поставить наверное на часик. Ну не знаю. И пойти к соседке. Да. Поставить и пойти к соседке. И чеку попить. Ну не знаю девочки. Может быть и поменьше. Здесь у нас уже хорошо помариновалось. Ну и на сегодня мы с вами будем с вами прощаться. Да. Не забывайте подписываться на наш канал. Оставляйте свои комментарии. Ставьте пальчики вверх. Нам это очень приятно. Мы всех любим. Целуем. И всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok